Всем привет! Мы находимся в городе Кофлоярве, где проходит соревнование по вольной борьбе Нублуснабикс. Давайте окунемся в эту атмосферу и посмотрим, кто кого выиграет. 26 января в Кофлоярвском спортивном центре прошел ежегодный турнир по вольной борьбе Нублуснабикс. В этот день на ковер вышли 160 спортсменов из Латвии, Литвы и Эстонии. В последние годы этот турнир стал еще более масштабным. Теперь параллельно с ним проходит и детский турнир Култкаруке, в котором принимают участие самые юные борцы. Если в основном турнире борются ребята 2005 года рождения и моложе, то в Култкаруке, начиная с 2011 года рождения и моложе. А как у вас возилась идея Култкаруке для самых маленьких? Как и идея на любой турнир. У нас занимается много малышей. Они тоже хотят выступать на соревнованиях, решение провести турниры для них тоже. А как думаете, что бы можно было сюда добавить? Ну, скоро мы переедем в новый зал, который строится. И в принципе, что еще можно добавить? А вам не кажется, что этот зал маленький для борьбы? Ну, 160 участников с трудом помещаются. Поэтому я и говорю, что скоро будет новый зал у нас, мы туда и перейдем. А какую часть жизни занимает у вас борьба? Я сам начал борьбой заниматься, когда мне было 9 лет. Вот, сейчас уже 37 лет, как я в этом виде спорта. Поэтому огромную часть жизни занимает. Мальчишки с большим желанием выходили на ковры, желая продемонстрировать все, чему успели научиться за месяцы и годы тренировок. От них не отставали и девчонки с некоторыми. Из участниц удалось пообщаться и нашей команде. Привет, как вас зовут? Эмилия. Вика. А откуда вы? Вильнюс. А как вы связались с этим видом спорта? У меня раньше была лучшая подруга Вероника. Я с ней познакомилась во дворе. Я была в четвертом классе, она была в пятом. Она меня позвала на вольную борьбу. Я думаю, почему бы не сходить, если не понравится, не пойду. Если понравится, буду дальше ходить. Как ваши родители отреагировали на то, что вы пойдете на борьбу? Мои сначала не очень согласились, но потом я начала очень сильно уговаривать и нормально. Просто мои родители захотели, чтобы я каким-то видом спорта занималась, потому что не сидела бы дома без ничего. И занималась видом спорта. Этот спортивный зал словно музей, хранит спортивную историю нашего города. Здесь занимались многие наши известные спортсмены. Сегодня же на коврах дети, каждый из участников, делая первые шаги в спорте, добиваясь первых побед, оставляет свой отпечаток в истории родного края. И кто знает, может быть, именно сейчас на ваших экранах борются будущие чемпионы Европы. За годы проведения у турнира «Нублустнабикс» появились и свои традиции. В частности, во время торжественного открытия спортивный клуб «Култкару» вручает кубок спортсмену, который показал в прошедшем году наилучшие результаты. Эрик Рейнбок, борец спортивного клуба «Култкару», по итогам прошлого года, был признан лучшим спортсменом клуба. В 2019 году он на первенстве Европы в возрастной категории до 21 года занял третье место. За тот же период он стал чемпионом Эстонии среди взрослых. По итогам 2019 года Эрик был признан союзом борьбы Эстонии лучшим борцом-больником, стал лучшим спортсменом уезда среди взрослых, а также по итогам 2019 года был признан лучшим взрослым спортсменом города Кофтлайарве. Мы знаем, что спортивный клуб «Култкару» проводит турнир для начинающих бойцов. Он называется «Култкаруки». Насколько важны эти турниры и что они дают? Для молодых начинающих борцов очень важны соревнования такого рода, так как для них очень мало проводятся соревнований. И вот «Култкаруки» проводятся там может два раза в год или может больше. И эти соревнования нужны для того, чтобы повысить свою силу воли и характер закалить. Встречи со состоявшимися спортсменами мотивируют молодых борцов. Они словно наглядный пример того, чего можно достичь, полностью выкладываясь на тренировках и соревнованиях. По итогам же этого турнира эстонские борцы завоевали 21 золотую медаль. Борцы «Култкару» пополнили копилку клуба девятью золотыми медалями. Сегодня мы были на соревнованиях по вольной борьбе «Нубуснабикс». Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующем выпуске. С вами была Олег Сочуклеева и Николь Гайдукович. Субтитры создавал DimaTorzok